Рождественский пост Рождественский пост установлен для того, чтобы достойно, с чистым сердцем и обновленными чувствами и ясной мыслью встретить праздник Рождества Христова. Рождество Христово является Зимней Пасхой. Это праздник, когда мы вспоминаем вхождение Бога в человеческую историю, в человеческую жизнь. Мы вспоминаем поворотный момент человеческой истории, когда мир, изнывавший по тяжеству греха, искавший выхода из той сложной ситуации, в которой он оказался в языческом мраке, испытал и услышал, увидел великий свет боговедения. То есть, когда сам Бог пришел на землю и исполнились чаяния человеческие, людские надежды получили свое осуществление. Действительно, это особый праздник и для того, чтобы встретить праздник достойно, для того, чтобы этот праздник был не просто временем веселого времяпровождения, для того, чтобы это было не просто вот, когда мы просто бегаем вокруг елки, там, кушаем мандарины и вспоминаем какие-то вот, так сказать, события своего детства, эпизоды приходят на память, а чтобы действительно это было переживание чуда боговоплощения, переживание нашего с богом общения. Для этого церковь установила этот самый рождественский пост, который упоминается в церковных источниках уже начиная с 4-5 веков. Конечно, безусловно, это было и раньше, но церковные документы исторические фиксируют именно это время. Собственно, с 4-го века начинается кодификация и начинают фиксироваться очень многие события, многие события получают подробные описания. И уже в творениях Амвросия, Медиаланского святителя, Блаженного Августина и многих других отцов церкви упоминается рождественский пост. Конечно, вначале он не был таким продолжительным, он продолжался 7 дней, потом стал немного увеличиваться. А уже Папа Лев Великий в 5 веке, Папа Римский, говорит о том, что именно с 40-дневным постом, как Моисея на горе, мы готовим себя к встрече с Богом. Если вы помните историю Рождества Христова, там есть очень интересный эпизод. Поздравить святое семейство и соприкоснуться к тайне пришли не только пастухи, но и издалека пришли волхвы, древние восточные мудрецы, которые по особым древним предсказаниям и по появившейся на небе звезде узнали о рождении Сына Божий. И по движению этой звезды, которая остановилась над вертепом, по преданию, они нашли святое семейство. Как мы знаем, эти волхвы принесли дары Спасителю. Они принесли зло, золото, ладан и смирну. Золото как царю, ладан как Богу, а смирну как смертному человеку. Каждый раз, когда приближается праздник Рождества Христова, церковь напоминает нам о том, что мы тоже должны принести какие-то дары, принести какую-то жертву. И вот самое угодное Богу жертва, конечно же, это не золото и не ладан, хотя мы совершаем каждый день в церкви. Но самым главным даром нашего сердца, самым дорогим для Бога приношением является сердечная чистота, является победа над грехом и наше глубокое внутреннее доброе расположение к Богу и к собственному спасению. Вот, собственно, этих даров от нас ждет младенец Христос, который каждый раз, каждый год помогает нам и позволяет нам пережить это событие с особым восхищением, с особым трепетом, потому что мы празднуем как бы вот само событие, а не просто день. А событие, оно начавшись, произойдя в какой-то момент, оно не закончилось. И каждый раз мы переживаем это особое чувство радости от встречи с новорожденным младенцем Христом. Это очень важно, потому что это событие, оно осталось в вечности, и его действие, его благодатное воздействие на окружающий мир продолжает сказываться по сей день. И мы не просто вспоминаем вот этот день, когда родился Христос, а мы переживаем воздействие самого события, мы ощущаем вхождение Бога в наш мир, то, как изменился окружающий мир в результате пришествия Христова, как изменились люди, как изменилась вселенная, как изменились отношения между людьми, как, собственно говоря, Евангелие стало проповедоваться по всей вселенной. Уважаемый отец Тигре, скажите, пожалуйста, продолжается ли союз между мужем и женой в Царстве Небесном? Кристина. В Священном Писании есть прямой ответ на ваш вопрос. В беседе с саддукеями, которые искушали Иисуса Христа, искушали вопросом о ливерате. У евреев в Ветхом Завете, в древние времена, был обычай, когда если человек умирал, оставив жену без семьи, то есть не оставив потомство, брат должен был взять ее себе и восстановителями брата, то есть женщина должна была родить от брата, но ребенок считался ребенком от первого брака. И вот однажды, как мы читаем Евангелие, правящая вот эта верхушка класс, которых называли саддукеями, они подошли к Христу, искушая его, то есть сознательно пытаясь поймать на каком-то вот слове, возможно, какой-то ошибке, которую, как они думали, Христос мог бы совершить в беседе с ними, они задали им этот вопрос. То есть вот у человека было семь братьев, вот он умер, не оставив семи, потом брат взял жену, потом, так сказать, так вот до седьмого, и никто из них не оставил потомство, и все семь братьев умерли. Чей же женой она будет воскресением мертвых? Господь ответил на этот вопрос следующим образом. «Заблуждаетесь, он сказал, не зная ни Писания, ни силы Божьей, ибо воскресение из мертвых не женится и ни замуж не выходит, но пребывают, как ангелы на небесах». Дело в том, что с человеческой смертью прекращаются всякие связи здесь на земле. Когда душа выходит из тела, она уже не испытывает чувства близости с детьми, с родителями, с мужем, с женой, которые у нее были здесь на земле. Это все остается здесь безвозвратно. И когда наступит день всеобщего воскресения, и люди воскреснут, этих союзов больше не будет. Союз брачный создается здесь на земле для духовного совершенства, для того, чтобы люди помогали друг другу достигать Царства Небесного. Так, собственно, и описывается, обозначается цель брака в христианском катехизисе. То есть мы вступаем в брак для того, чтобы создать некую малую церковь, и в этой церкви духовно упражняться в самой главной цели, достижении этой цели, для спасения наших душ. То есть муж помогает, жене, жене, а помогает мужу. Мы помогаем своим детям решать самую главную проблему, как достичь Царства Небесного. И вся наша жизнь, она, собственно, представляет собой школу подготовки к вечной жизни с Богом. Именно поэтому церковь и говорит о ограниченности этого союза в пространстве времени. Да, конечно же, в том ином мире, если Господь сподобит нас достичь Царства Небесного, мы, безусловно, будем продолжать свое общение, но это уже не будет общение брака, потому что там, во-первых, не будет телесной стороны отношений, ибо Господь говорит, что мы будем как ангелы. Во-вторых, не будет уже этой связи, этого союза даже на духовном. То есть муж и жена там не считаются мужем и женой. Это даже видны слова апостола Павла, которые пишут в послании к римлянам, что жена связана с законом, доколе жив муж. Когда умрет муж, она вправе выйти за другого. Если бы брак продолжался бы на небесах, как часто любят красиво об этом говорить некоторые люди, не совсем понимающие суть дела, то тогда жена не имела бы права выйти здесь за другого мужа. А церковные каноны позволяют это сделать. То есть тогда бы надо было считать, что брак продолжается, и один из супругов просто ушел в мир иной, и ожидает там супругу свою. Ну или наоборот, там супруга ожидает своего супруга. Но поскольку действительно брак, действие брачного союза ограничивается временем и пространством земной жизни, с момента смерти одного из супругов брак прекращает свое существование. И как говорит апостол, человек вправе выйти замуж или жениться вот уже во второй раз. Кстати, это является основанием для второго законного брака. В отличие от развода, после которого, хоть сейчас многие, конечно, идут свободно на брак, и церковь, к сожалению, иногда такие браки допускают, вынуждена, в избежание блуда. Но такой брак, конечно, не является законом. То есть когда супруг после развода со своим супругом или супругой вступает во второй брак. То есть вот именно так церковь отвечает на ваш вопрос. Дорогие братья и сестры, время нашей программы подошло к своему завершению. Я напоминаю, что вопросы священнику можно задать через сайт телеканала Сейм, сейминфо.ру. Мы ждем ваших вопросов, а я желаю вам мира и благополучия, пусть Божье благословение пребывает над всеми вами. До свидания. Сейминфо.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру.ру. Субтитры создавал DimaTorzok